ВЫШЛИ В МОРЕ БЕЗ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ, ДОСТАТОЧНОГО ЗАПАСА ТОПЛИВА И ЧУДОМ НЕ ПОГИБЛИ. В бедственное положение попали двое исчезнувших камчатских рыбаков из-за собственной опрометчивости. Мужчины спустили на воду резиновую лодку и отправились в беспокойное Охотское море, не взяв с собой даже спутниковый телефон. По данным собственных источников 41-го региона, проблемы начались, когда рыбаки остались один на один с суровой стихией. По одной версии, мореплаватели сбились с курса, потому что начал барахлить мотор лодки. По другой, они просто не рассчитали необходимый объём топлива, а добраться до берега своим ходом не смогли. В итоге безрассудные бедолаги качались на волнах двое суток, пока одно из проходящих мимо воздушных судов не сбросило им канистру с горючим. Вместе с тем, потеряшек уже вовсю искали спасатели. В Усть-Большерецкий район после сообщения с просьбой о помощи срочно отправились специалисты МЧС с квадроциклами, плавсредствами и беспилотниками. Ещё одна наземная группировка выдвинулась на автомобилях повышенной проходимости, в небо подняли вертолёт Ми-8. Согласно официальному сообщению МЧС, рыбаков спасатели нашли живыми, и помощь специалистов мужчинам не потребовалась. Однако, как удалось узнать 41-му региону у других участников спасоперации, после заправки мужчины на едва живой лодке настойчиво уходили от вертолёта спасателей, не желая идти с ними на контакт. Они не дали помочь себе, просто проигнорировав все сигналы с просьбой остановиться и поговорить. В итоге, покружив над рыбаками пару часов, вертолёт МЧС вернулся на базу. О судьбе неблагоразумных любителей экстрима сейчас ничего не известно. Видимо, им всё же удалось добраться до берега, завершив незапланированный курс выживания. Дефицит водителей такси может увеличиться на Камчатке. Эксперты прогнозируют также повышение цен на поездки. И рост числа приезжих, которые будут перевозить пассажиров, нелегально. Всё из-за официального запрета на работу мигрантов в сфере деятельности легкового такси и арендованных авто с водителем. Ожидается, что постановление губернатора, которым вводятся новые ограничения для иностранцев, вступит в силу до конца весны. В соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии, которая состоялась в конце марта, принято решение о внедрении, о введении запретов на работу иностранных граждан, работающих по патенту в сфере деятельности такси, перевозка в легковом такси граждан. Проект постановления губернатора подготовлен. Сейчас проходит процедура оценки регулирующего воздействия и до конца мая будет принят, будет утвержден. Согласно проекту постановления, таксопаркам и агрегаторам срок до 1 июля придется распрощаться с сотрудниками, которые устроены у них по трудовым патентам. Патент – это документ, необходимый иностранцам для работы в нашей стране. Он нужен гражданам только тех государств, с которыми у России установлен безвизовый режим. Среди них, к примеру, Узбекистан и Туркменистан. Нередко приезжие из таких стран выбирают для себя именно работу в сфере такси. Основная причина – высокая доходность. Так, по данным калькулятора на сайте Яндекс.Про в столице Камчатки, водители-партнеры-агрегатора компании могут рассчитывать на зарплату свыше 120 тысяч рублей при 15 рабочих восьмичасовых днях в месяц и до 177 тысяч за 22 дня. Среди прочих плюсов работы таксистом – гибкий график, рассказал собеседник 41-го региона, знакомый с ситуацией на рынке труда в сфере пассажирских автоперевозок. Власти объясняют решение о запрете мигрантам работать в такси необходимостью повышения безопасности перевозок. На фоне громких новостей о нападениях приезжих водителей на пассажиров, на подобные меры идет все больше регионов России. Причем уже не первый год. Камчатка в сравнении с другими даже немного задержалась. Но, как говорят эксперты, ужесточение правил вовсе не гарантирует безопасность пассажиров. Во-первых, правонарушения могут совершать водители с любым гражданством. О том, что все зависит от конкретного человека, корреспондентам 41-го региона сказали и сами пассажиры. Я как встречала и очень положительных, приятных водителей, так и людей, которым действительно стоит запретить работать. Я думаю, что это не только к мигрантам относятся, но и в принципе к любым работникам такси. На самом деле я сталкивалась с таким не очень хорошим поведением мигрантов в такси. Многих знакомых тоже так было. Но тут люди разные бывают. И те, и те не угадаешь, так сказать. В общем-то я не сталкивалась с какими-то негативными ситуациями на этот счет, поэтому в целом я нормально отношусь к таким людям, работающим в такси. Очень спорный вопрос. Потому что есть мигранты, те, которые достаточно уважительно ко всем относятся, а есть те, кто реально возникает какие-то проблемные ситуации. Обоснование нововведения мерами безопасности называют сомнительным еще и потому, что среди приезжих работников есть те, кому не нужно разрешение на работу. Это граждане Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и Армении. Эти страны входят в общий с Россией Евразийский экономический союз. Те же, кому для работы нужен патент, для его получения и так проходят проверки медицинскую на знание русского языка и связь с криминалом. То есть, если человек получил водительские права российского образца, если он проходит предрейсов и пострейсов медицинский осмотр, если он, соответственно, прибыл на территорию нашего государства, вероятно, скорее всего, миграционная служба проверила, что он умеет читать, писать, по-другому он не должен, скорее всего, пересечь нашу границу. Следственно, я вообще не вижу проблем. Хорошо, то есть, работаешь ты там по патенту, но работает. Вскоре, когда трудиться в такси по патенту будет запрещено, некоторые приезжие оставят эту сферу или вовсе покинут регион в поисках новых источников заработка. Будут и те, кто всеми силами попытается легализоваться, получив разрешение на временное проживание или вид на жительство. Наличие такого документа – это новый статус для иностранца. С РВП или ВНЖ на руках можно работать в такси вопреки будущему запрету. Все хотят РВП, ВНЖ, но это не значит, что хотеть, это можно так просто получить. Из 100%, наверное, у 10 или 15% ВНЖ, РВП – это все вместе у них есть. А остальные 80-85% людей, иммигрантов, работают с патентом. Никак больше. А чтобы получить такие документы, он должен знать очень хорошо русский язык, экзамен, не экзамен и так далее. Но не все желающие остаться в такси будут работать честно. Эксперты прогнозируют нарушения как со стороны водителей, так и со стороны нанимателей. Миграционное законодательство ужесточают уже не первый год, но соблюдают новые правила далеко не все. И многим, на самом деле, сейчас вот этим иммигрантам, которые, собственно, прибывают, им надо получать водительские права российского образца. Я, если честно, вот не припомню, чтобы я прям часто видел водительские права российского образца именно у мигрантов. То есть это достаточно редкая штука. Вот, то есть они этим не занимаются. Хотя это уже закон давно-то принят в такси, то есть, но вот, опять же, соблюдения его нет. Если в традиционных и, надо сказать, уже не очень популярных службах такси, как правило, с документами работников все чисто, то агрегаторы в борьбе за клиента могут закрывать глаза на многие вещи. Все потому, что в России и так существует серьезный дефицит водителей такси. При этом ряд экспертов утверждает, что патенты и вовсе не проверяют, поскольку, когда речь идет об интернет-сервисах, трудовые отношения в такси отсутствуют. Водитель просто-напросто оформляется как самозанятый и, принимая заказы, сотрудничает с агрегатором в качестве партнера, а не работника. Их-то тоже можно, конечно, понять, почему они это делают, потому что тот же Яндекс, он оперирует чем? Что говорит, вот, окей, мы сейчас будем следить, не будем их подключать, будем говорить, что вот ты там не подходишь, так сказать, правилам и стандартам, поэтому вот нет. А он пойдет в Максим, а в Максим его подключат, а клиент пойдет туда, где есть вылаз, потому что ждать такси 20 минут или ждать такси 5 минут, ну, есть разница. Вот, поэтому, то есть, тут, как бы, все равно рынок решает в этом вопросе. То есть, они не могут тоже точно так же резко оборвать. То есть, это такая вот круговая порука. Каждый друг на друга смотрит и подозревает, что он нарушает закон. И поэтому все нарушают закон. С ужесточением требований закона и правил агрегаторов и сами водители начинают использовать схемы обхода. Например, работают на других автомобилях, используют чужие аккаунты или делят один профиль работника на несколько человек. Один человек может оформиться, взять в аренду автомобиль, а ездить на этом автомобиле может кто хочет. Что, собственно говоря, и получается. Один приезжает, устраивается на работу, и потом вся семья, человек 10, которые тоже приезжают потом и работают на этом автомобиле посменно. Все. В прошлом году Росстат сообщил, что цены на такси достигли максимума за последние 10 лет и составили 32,5 рубля за километр. Вскоре сервис Яндекс.Такси заявил о нехватке 80 тысяч водителей по всей стране, что привело к росту стоимости поездок почти на 30%. На Камчатке из-за новых ограничений ценники могут подскочить еще больше, если упадет число таксистов. Или же сервисы понесут дополнительные расходы для их трудоустройства. Именно этого опасаются обычные камчатцы. Многие из них привыкли регулярно прибегать к услугам такси. Скажите, вы вообще часто пользуетесь такси? Если честно, очень часто, потому что живу достаточно далеко от работы. Да, часто, каждый день, по два раза. Вот сейчас планируют запретить мигрантам работу в такси. Какое у вас отношение к этому нововведению? Ну, честно говоря, меня смущает разве что ценник, говорят, что будет подъем цен, поэтому я как-то так к этому отношусь. В принципе, мне все равно кто меня отвезет. Главное, чтобы это было быстро, удобно и по цене, конечно, нормально. Не знаю, что будет. Я думаю, что будет подъем цен, поэтому я против. Также опрошенные камчатцы заявили, что не надеются на рост числа местных жителей среди таксистов. По словам людей, работать в этой сфере никто не хочет, а вот эксперты утверждают, что просто некому. В нашем регионе практически нет свободных рабочих рук, так что занять место отсеянных мигрантов смогут разве что другие приезжие, которые не попадают под ограничения. Вместе с тем, велика вероятность, что агрегаторы найдут способы разобраться с возможными трудностями, а новые правила дисциплинируют тех, кто сможет продолжить работу в такси. Лавинную опасность объявили на Камчатке. В Краевом управлении МЧС предупредили, что в период до 2 мая сход снега возможен на горных территориях Петропавловска и Вилючинска, Елизовского, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Усть-Камчатского районов и Мильковского округа. Кроме того, лавина опасность станет в Краноцком заповеднике, а также в районе Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Спасатели призывают туристов, спортсменов, охотников и руководителей организаций, ведущих работу в горах, воздержаться от восхождения на склоны в ближайшие дни. Родителей просят следить за местонахождением своих детей, рассказать им об опасности и гору подножья сопок. Напомним, единый номер вызова всех экстренных служб – 112. Коснулись Цветова. Большие суммы у ветеранов отбирают мошенники. Злоумышленники активизировались в преддверии Дня Победы и обещают пожилым людям немалые суммы. Буквально на днях коллеги сообщили мне, что выявлены ресурсы, созданные злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. При этом решение требует принять очень быстро, чтобы не дать опомниться. На сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. Необходимым условием является оплата комиссии и введение данных банковской карты. Правоохранители призывают всех сохранять бдительность, а молодое поколение поговорить с пожилыми родственниками и принять меры, чтобы обезопасить от аферистов и непрошенных гостей, которые не гнушаются ни возраста своих жертв, ни великого праздника. После травли грызунов в многоэтажке Вилючинска погибли две домашние собаки. Жильцы дома 13 по улице Мира обратились в редакцию телеканала 41-й регион с жалобой на магазин, из-за которого в здании завелись крысы, а также на трагичные последствия санитарной обработки подъезда. В доме расположен овощной магазин, называется он «Витамин». Расплодились крысы. Крысы пошли по подъезду сначала по второму. Теперь уже и в первом подъезде люди прямо в квартирах ловят крыс. Обращались в управляющую компанию. Управляющая компания «Квартал М». Компания провела диротизацию 5-7 марта, но они посыпали отраву в подъездах, не предупредив жильцов. В результате погибли домашние собаки. Крысы от этого не ушли. После проведения диротизации, как уверяют собственники квартир, грызуны никуда не делись. По словам жильцов, отрава подействовала на двух собак, но мыши с крысами, как досаждали горожанам, так и продолжают это делать. Первая собака погибла в начале марта, на втором этаже у соседа. Вторая собака маленькая, Бивер, возили долго, лечили мы ее по всем больницам. Но собака все равно погибла. Собака погибла где-то в конце марта, в начале апреля погибла собака от отравления. Так и поставили диагноз в ветеринарной клинике, что отравление крысиным ядом. Между тем, в управляющей компании «Квартал М», в ведении которой находится дом, пояснили, что санитарная обработка проводилась специализированной организацией по всем правилам. Отрава должна закладываться в подвал. Его в здании нет, зато есть подобие погреба. Поэтому, по словам представителей управляющей компании, специалисты подняли доски и в начале марта заложили туда действующее вещество. Оно, по словам представителей организации, никаким образом не могло оказаться в подъезде и тем более контактировать с жильцами и их домашними животными. При этом отравление собак – не единственная жалоба собственников. Их по-прежнему пугают грызуны, которые распространились теперь уже по всему дому, а также соседство с овощным магазином. По словам жильцов, владельцы торговой точки регулярно выставляют в подъезд сгнившую продукцию, которой и питаются вредители. Люди намерены добиваться справедливости и просят надзорные органы помочь им вернуться к нормальной жизни без непрошенных гостей в жилом доме. К преображению набережной приступили в Камчатской столице. Подрядчик уже ведет подготовку для благоустройства Озерновской косы. Начал геодезическую разбивку, вскоре выставит рабочее ограждение и начнет завоз стройматериалов на площадку. К работам планируется приступить после майских праздников, чтобы не мешать людям отдыхать в центре города. «Жители Петропавловска наверняка обратили внимание, прогуливаясь по центру города, по Озерновской косе, о том, что и там тоже выставлено ограждение. На этой территории тоже запланированы в этом году работы по благоустройству. Они продолжат те работы, которые были выполнены в прошлых годах. Будет перекладка плитки, уборка в землю, всех проводов, ну и другие мероприятия, которые позволят сделать эту территорию более комфортной. Поэтому прошу наших жителей отнестись с пониманием. Какое-то время не вся территория Озерновской косы будет доступна для променадов и для прогулок, но это связано с масштабными работами по благоустройству». Представители организации заказчика отметили, что перекрываться прогулочные зоны будут частично и поэтапно, оставляя для горожан как можно больше пространства. Работы по благоустройству Озерновской косы будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Главная набережная краевого центра также является частью концепции мастер-плана «Петропавловска» – масштабного проекта по преображению территории города. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Три сотовых телефона и банковскую карту похитил у подруги житель столицы Камчатки, но был пойман полицейскими. Согласно материалам дела, 26-летний молодой человек в апреле был в гостях у знакомой. Уходя, он и решил прихватить с собой чужое. Покинув квартиру, злоумышленник вызвал такси и оплатил услуги, используя украденный телефон. Ущерб, причиненный гражданке, составил 72 тысячи рублей, что составляет значительный размер. Во время оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска управления МВД по Петропавловску задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже. Возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас молодой человек в СИЗО. В ходе разбирательства также установлено, что фигурант находится в федеральном розыске. Он, являясь обвиняемым по уголовному делу по статье кража, на повестке суда не реагировал, поэтому и был объявлен в розыск. Штраф за растрату заплатит директор школы и за пуки. Обвинительный приговор злоумышленницы прозвучал в Валютарском районном суде. Как сообщили в прокуратуре, женщина действовала с ноября 2021 по декабрь 2022. В это время она устроила на работу своего родственника. По документам он занимал должности дворника и сторожа, но не проработал ни дня. Однако директор неизменно записывала ложную информацию во все необходимые бумаги. Таким образом, мужчина получил 270 тысяч рублей. В какой-то момент схема вскрылась, и директор предстала перед судом. Вину она признала и добровольно возместила ущерб. Это сыграло свою роль, и женщину наказали штрафом 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, его еще можно обжаловать. Сдать по 50 отработанных покрышек за год взамен на деньги может каждый житель Камчатки. В мае стартует традиционная акция по приему. Пункты, куда можно будет принести старые колеса, откроют в Петропавловске и Елизовском районе. В этом году мы планируем в рамках акции принять порядка 70 тысяч отработанных покрышек. Это где-то общий вес 756 тысяч килограмм. Условия будут прежние, как и в прошлом году. На один паспорт можно будет сдать 50 отработанных автомобильных покрышек. За каждую автомобильную покрышку будет выплачено 50 рублей и начислено 50 комбалов. Комбал – цифровая платформа социальных баллов, разработанная специально для жителей Камчатки. Участники получают бонусы за активность. Присоединиться к системе может каждый, а потом тратить баллы на услуги разных организаций, партнеров проекта. Адреса остаются прежними. В городе Петропавловске Камчатском – это улица Тундрова 1А. Компания «Феникс» организует пункт приема. На территории Елизовского муниципального района – это компания ОТехной Новатика. Поселок Новый, улица Молодежная 20, дробь 1. Прием отработанных покрышек начнется уже 6 мая. Добавим, отданные шины перерабатывают в сырье для изготовления полимер-песчаных изделий и последующего использования. Скалодром появится на Карломаркса в Петропавловске. Вопрос о необходимости помещения подняли спортсмены полуострова, им скоро станет негде заниматься. Так, альпинистов выселяют из их прежнего зала на Лукашевского 47. Причина здания – аварийное, его нужно демонтировать. По словам спортсменов, для развития скалолазания на полуострове Министерство спорта прилагает немало усилий. Однако на закупку нового оборудования и его установку уйдут месяцы, а может и годы. В правительстве региона заверили, что для занятий в краевой столице скалодрома все же быть. Он разместится в реконструируемом здании на улице Карла Маркса. Для проведения работ по итогам аукциона был заключен контракт на разработку проекта, но вскоре его растургли из-за невыполненных обязательств. Теперь власти ищут частного инвестора для реконструкции объекта и его оборудования скалодромом. Хотел подзаработать, но ушел в минус. Мужчина на Камчатке потерял больше двух миллионов рублей, попавшись на удочку мошенников. 57-летний житель Петропавловска нашел в интернете объявление о получении прибыли от инвестиций. Решив не упускать возможность заработать легких денег, мужчина связался с неизвестным, который представился специалистом брокерской компании. В итоге афериста обманом выудил у горожанина почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. У МВД России по городу Петропавловску Камчатскому напоминает, что необходимо предельно внимательно и осторожно относиться к дополнительным источникам дохода, связанным с инвестированием. Правоохранители также отмечают, что высокие доходы на фондовых рынках или вывод средств без брокерской комиссии могут гарантировать только мошенники. А сохранность денег напрямую зависит от бдительности каждого человека. Камчатскому не отвечает на вопросы. Не боятся отечественных аналогов зарубежных лекарств, призывают жители Камчатки. По словам врачей, терапевтический эффект от таких препаратов ничуть не хуже. У нас в поликлинике активно используются препараты отечественного производства. Могу сказать, один из примеров – это антикоагулянт клопидогрел. Он был заменен кардиологами на брелинту. Эффект у него ничуть не хуже. Также он активно помогает нашим пациентам. То есть лечение такое же эффективное, как и западного аналога. Врач добавил, что в поликлинике работают с препаратом омепрозол, который является аналогом зарубежного ОМЕЗа. Гастроэнтерологи Камчатки и России успешно используют это лекарство. Если говорить о лекарственном обеспечении у нас в поликлинике, то у нас в большинстве препараты имеются. Ряд позиций по лекарствам у нас возникли сложности, так как они находятся в дефектуре и их просто в принципе нет у нас в стране. Но потихоньку мы заменяем другими аналогами. И в дальнейшем ряд лекарств до нас все-таки дойдет. Это уже связано с логистикой. Пациенты с рецептами на лекарственные препараты могут в свободном доступе в аптеках региона получить аналоги отечественного производства. В текущий момент закодектовано более 500 тысяч упаковок лекарственных препаратов, из которых 47 тысяч уже поступили в Камчатский край. Более 240 тысяч упаковок лекарственных препаратов уже направлены в лечебные учреждения, уже направлены в аптечную сеть Петропавловско-Камчатского городского округа, муниципальных округов. Работа в данном отношении продолжается. В настоящее время в стадии торгов у нас находится порядка 80 препаратов. Министр здравоохранения добавил, что в Крае запущен процесс перехода на новую систему обеспечения препаратами. Александр Гошков рассчитывает, что в течение ближайших месяцев эти работы завершатся. Также министр призвал пациентов не отказываться от лекарств отечественного производства. Несмотря на то, что шествия не будет, каждый гражданин наверняка хочет, чтобы его герои узнали. И для этого предлагается провести шествия в разных форматах. Таких как нанесение фотографии героя на одежду, смена аватара в социальных сетях, рассказ о своем герое в социальных сетях с хэштегом «Наш бессмертный полк». Также можно нанести фотографию на автомобиль. И для организации учебных заведений предлагается вариант проведения лекций на тему Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции, создания стен памяти. По 16 направлениям на майских праздниках можно будет улететь с Камчатки. Всего с 28 апреля по 12 мая из Елизовского аэропорта планируется более 110 вылетов. За каникулы «Аэрофлот» выполнит 19 рейсов в Москву. «Аврора» и «С-7» запланировали 21 вылет во Владивосток. Последние также обслужат два еженедельных рейса в Иркутск и 11 в Новосибирск. Пассажиры «Авроры» смогут воспользоваться 15 рейсами в Хабаровск и четырьмя в Южно-Сахалинск. Кроме того, перевозчик запланировал 8 рейсов в Магадан. Компания «Тайга» совместно с «Авророй» обеспечит 14 перелетов в Северокурильск. Камчатское авиационное предприятие продолжит выполнять рейсы по территории региона. В Никульское, Асуру, Палану, Соболево, Тигель, Телички, Усть-Камчатск и Усть-Хайрюзова. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте «Воздушной гавани», который указан на экране. Не захотел платить штраф, пойдет на исправительные работы. Жителю Величинска заменили наказание за уклонение от армии. Изначально суд города подводников наказал уклониста штрафом в 100 тысяч рублей, которые тот должен был заплатить в течение 10 месяцев. Платить горожанин не стал, хотя уважительных на то причину него не было. Мужчину признали злостным неплательщиком, теперь ему грозит год исправительных работ. Кроме того, государство будет удерживать 10% из его зарплаты. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В режиме повышенной готовности встретят и проведут майские праздники спасатели на Камчатке. Усиленный вариант дежурства уже введен и продлится до 2 мая. Как рассказали в МЧС, в этот период особое внимание будет уделено пожарной безопасности. Так, специалисты будут проводить рейды в частном секторе и районах дачных участков. Их основная цель – напомнить камчатцам об основных правилах, которые помогут не омрачить выходные. Спасатели расскажут жителям частных домов и дачникам об опасности палов травы, сжигания мусора и разжигания костров. Во время рейдов для оценки ситуации с воздуха будут использоваться беспилотники. Сотрудники МЧС напоминают, о возгораниях нужно сразу же сообщать в пожарную охрану по номеру 101 или по единому номеру экстренных служб 112. Около 300 бесед с детьми о вреде наркотиков провели полицейские Камчатке. Сделали они это в рамках профилактической операции «Чистое поколение». Ребятам рассказали о пагубных последствиях употребления запрещенных веществ, а также уголовной ответственности. Полицейские обратили внимание ребят на последствия употребления наркотиков. Объяснили, что употребление запрещенных веществ может нести непроправимый вред здоровью и жизни. Также в беседах с подростками полицейские касались тем административной и уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В ходе операции полицейские проверили условия проживания подростков, которые находятся в социально опасном положении и стоят на учете. Кроме того, за 10 дней стражи порядка посетили 300 мест массового скопления несовершеннолетних. В итоге составлено 148 административных протоколов и выявлено 10 преступлений. Диктант победы написали на Камчатке. Патриотическая акция в крае прошла уже в шестой раз. Для проведения исторического теста на полуострове открыли 169 площадок. Главной выступила научная библиотека имени Крашенинникова в Петропавловске. Её почётным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Владислав Вершанский. Война – это страшная штука. Я её видел своими собственными глазами, делал её, сколько мог, руками и так далее. Я не хочу и не хотел бы, чтобы это всё было по-новой, хотя сейчас идёт специальная военная операция. Там наши парни чуть-чуть постарше, чем вы, защищают свободу и независимость нашей страны. Что вам сказать? Будьте достойны этих людей, берите с них пример. Знайте, что Родина у нас одна, и это Родина – Россия. Мы её любим, как родную мать. Войну Владислав Леонидович встретил 11-летним мальчиком. Убежал на фронт и закончил её настоящим разведчиком. Был награждён Орденом Отечественной войны второй степени. Сейчас говорит, что испытания, пережитые в детстве, закалили его так, что он ничем сильно не болеет. Он с удовольствием встречается с молодым поколением, рассказывает о войне, пишет стихи. История – это не просто определённые данные в учебниках по истории, это гораздо шире. Это наша память, это дань нашим предкам за то, что мы сейчас можем жить под мирным небом и дышать свободным воздухом. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан быть патриотом. Что такое патриотизм? Уважение своего государства. А уважение начинается через осознание исторического прошлого. В этом году участникам Диктанта Победы предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов по федеральной и региональной тематике. Задания посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам. Уже шестой раз мы пишем со всей страной и принимаем участие в акции «Единая Россия. Диктант Победы». Сегодня в стенах штаба общественной поддержки пришли люди, более 20 человек, чтобы принять участие в Диктанте, проверить свои знания. Мы считаем, что это очень важное событие для нас, потому что эта история коснулась каждой семьи, каждого человека, каждый должен знать историю своей страны, своих предков. Победители исторического диктанта наградят дипломами, а 20 финалистов, авторов самых интересных работ, пригласят на Парад Победы 9 мая на Красную площадь в Москву. Абитуриентам тоже достанется важный бонус. За хорошо написанный диктант они получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Здесь приняли участие в написании диктанта Победы как и военнослужащие войск и сил, так и молодая гвардия «Единой России», представители содружеств различных диаспор, в общем, все нерандошные граждане. Основная цель диктанта Победы – это сохранение памяти о победе наших великих предков и передача гордости за наши достижения, сохранение исторической правды о том, как происходили события в период Великой Отечественной войны. Очень важно, что с каждым годом все больше и больше площадок, которые участвуют в написании диктанта Победы. В этом году в Камчатке 170 площадок, что практически на 15 площадок больше, чем в предыдущем. Мы ожидаем, что количество участников у нас тоже будет гораздо больше, чем в прошлом году. Это говорит об интересе к диктанту Победы со стороны населения. Диктант Победы проводится каждый год с 2019-го. Уникальная особенность диктанта этого года – возможность написать его где угодно – на ЖД-вокзале, в поезде или даже в полете. Кроме того, диктант Победы – это международная акция, самый масштабный тест из существующих в мире. Участие в нем, помимо России, принимают еще порядка 60 стран. У природы нет плохой погоды. Эти люди подтвердят. Гидрометеорологическая служба на Камчатке отметила 90-летие. За окном ненастья, солнце, буря. Метеорологам отвлекаться и отдыхать некогда. Но сейчас во мне звучит она, ждет меня мой домик. Накануне сотрудников Камчат-Гидромета поздравили в торжественной обстановке, отметив важность и необходимость их работы для местных жителей. Мы, когда утром просыпаемся, нам дают сводку, что произошло в крае вечером, когда уходим в ночь, мы тоже получаем сводки. И начинаются все эти сводки с того, что погода, природа, что произойдет, какие прогнозы и так далее. И вы знаете, на этом строится, наверное, большая часть экономики Камчатского края, потому что край наш суровый, край наш сегодня очень зависим от погодных условий. Край наш сегодня, наверное, не смог бы жить ни одного дня без прогнозов погоды, без тех прогнозов долгосрочных, которые вы нам даете. В праздничную дату камчатским синоптикам вручили заслуженные награды. Отметим, Гидрометеорологическая служба России накануне отметила 190-летие. Мы дважды в год с гидрометеослужбой вылетаем по все районы в крае. Я знаю, что на каждой точке, где мы останавливаемся, везде практически есть гидрометеослужба, есть какой-то пост, есть люди, которые очень скромно выходят и говорят, у нас все хорошо, работаем. Добавим Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды некоммерческая организация. Обеспечивает в том числе гидрометеорологическими данными и информацией о состоянии окружающей среды. Родители камчатских выпускников против дорогих подарков учителям. В преддверии выпускных в мессенджерах разразились жаркие споры о том, стоит ли покупать педагогам дорогостоящие презенты и нужно ли вообще им что-то вручать. Никаких золотых цепочек, колец и прочего, пишут мамы и папы выпускников. Букета цветов и хорошего торта в знак благодарности за работу будет достаточно. Как показал опрос, проведенный в соцсетях, большинство родителей и школьников считают, что дарить подарки от выпускников педагогам вовсе не обязательно. То же касается и технического состава образовательных учреждений, поваров, уборщиц и других специалистов. Об этом заявили 35% респондентов. Еще 17% ответили, что подарки учителям дарить надо, но они могут отдать на них до 500 рублей. 15% опрошенных готовы выделить на эти цели до 1000 рублей из семейного бюджета. В абсолютном меньшинстве оказались те, кто считает правильным вручать подарки и педагогам, и техническому составу школ. 380 камчатских школьников нашли себе работу на лето на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Подростки будут работать в молодежном центре Петропавловска по нескольким направлениям. Часть ребят на время станут помощниками архивариусов и библиотекарей. Часть будет работать аниматорами на летних программах, проводимых центром. Остальные займутся благоустройством города. Работать школьники будут 5 дней в неделю по 4 часа в день. За каждый полный отработанный месяц они получат зарплату 25 тысяч рублей. Плюсом ребята получат по 2250 рублей от кадрового центра края. Отметим в этом году на реализацию программы трудоустройства подростков на лето. В регионе выделено без малого 80 миллионов рублей. На сегодняшний день заявки на участие в программе подали 3455 школьников. Трудовые смены пройдут во всех районах региона. Традиционно совет округа – это тот формат, на котором самые важные вопросы рассматриваются. Сегодня он завершил свою работу в Владивостоке. В центре рассмотрения была реализация мастер-планов. Это самый главный проект, которым мы занимаемся, который дает нам шанс привести крупные дальневосточные города, в нашем случае Петропавловск-Камчатский, к тому уровню благоустройства, качества жизни, комфорта, которые ждут наши жители. Петропавловск – первый город, в котором был утвержден мастер-план. И сейчас мы уже перешли в стадию практической реализации. Со своими результатами, но и со своими новыми сложностями, которые в том числе сегодня на уровне Юрия Петровича Труднева были рассмотрены. К их числу можно отнести решение вопросов компетенции федеральных структур, в том числе касающихся федеральной собственности, а также синхронизация выделения финансирования по разным источникам. Отдельно отмечу цифровую платформу, которая уже реализована и сейчас находится в стадии заполнения. Она позволит более четким и прозрачным сделать процесс реализации мастер-планов, повысить уровень контроля, но и сделать его доступным для наших граждан, чтобы они видели, как реализуются объекты и в какой стадии мы находимся по их практической реализации. Безусловно, сегодня обсуждали и те вопросы, которые в целом стоят перед страной. Это и помощь участникам специальной военной операции, это обеспечение всем необходимым наших вооруженных сил. На Дальнем Востоке мы уже развернули целый ряд производств. В случае с Камчаткой это производство ударных беспилотников, FPV-дронов. Мы создали центр компетенции. И хотя пока степень локализации не очень высока, мне принципиально важно, что у нас на Камчатке растет уровень квалификации. Впервые появилось производство такого типа. И это, безусловно, производство протезов, в том числе интеллектуальных, которые позволяют реабилитировать участников специальной военной операции, получивших серьезные ранения. Мы в прошлом году уже получили поддержку федерального бюджета, в этом году она подтверждена, ее продолжение. Она позволит у нас локально на Камчатке, адаптированной под индивидуальные потребности, протезы изготавливать, в том числе, с самого высокого качества, с интеллектуальными функциями. Новое пространство для студентов открылось в кампусе Камчатского вуза. Коворкинг-центр появился в КамГУ имени Витуса Беринга и объединил в себе читальный зал, рабочее пространство и площадку для проведения мероприятий, рассказали в университете. В новом коворкинге предусмотрены места в амфитеатре, индивидуальных кабинках и за компьютерами. Есть возможность проводить лекции с использованием проекторов. Центр оборудован точками Wi-Fi, к оформлению пространства подошли творческие. В графике объединились образцы солнца и элементы картографии. Коворкинг-центр для студентов создали в рамках реализации в вузам программы «Приоритеты 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» Дома детского творчества города Вилючинска вернулся на родную камчатскую землю как победитель международного конкурса фестиваля хореографического искусства «Пять звезд. Финал», который проходил в Казани с 20 по 25 апреля 2024 года. Коллектив под руководством творческого креативного педагога Анна Маконова Юлии Владимировны достойно выступил в номинациях «Танцевальное шоу», «Эстрадный и народный танец», завоевав два диплома первой степени и один диплом второй степени. Другой часовой пояс, очень много было репетиций, но наши ребята справились и достойно представили Камчатку в Казани. Фестиваль-конкурс объединил все регионы нашей страны. На конкурсе были представлены 80 творческих коллективов и 229 конкурсных номеров. Участие в конкурсе и возможность соревноваться с лучшими хореографическими коллективами страны появилось благодаря поддержке родителей и спонсорской помощи компаниям «Межрегионстрой». Вилючин всегда гордится своими детскими коллективами, молодежными коллективами-педагогами, которые успешно выступают на самых разных площадках – муниципальных, региональных, российских и международных. Сегодня мы с большой радостью встретили, вернувшись с победой на Камчатскую землю, хореографический народный ансамбль «Фантазия Дома детского творчества». Конкурсные выступления оценивала профессиональная жюри, в состав которых вошли народные артисты России, лауреаты национальных премий, заслуженные работники культуры, преподаватели ведущих вузов, режиссеры, балетмейстеры. Очень рада, что побывали на международном фестивале «Вдохновение в Казани», потому что мы получили очень много положительных эмоций, знакомство с разными коллективами и сблизились с нашими хореографами. Мы получили не только незабываемые эмоции, яркие впечатления, но и также огромный опыт, ведь для танцора мало просто уметь танцевать. Нам также необходимо уметь анализировать выступления других участников для того, чтобы понимать, к чему нам еще стремиться, изучать новые направления танца и в конце концов заряжаться от других коллективов, получать вдохновение, чтобы дальше идти и работать. Эта победа в год 30-летия со дня основания коллектива особенно важная и значимая для всех ребят хореографического ансамбля «Фантазия». Ансамбль «Фантазия» начал свой долгий и интересный путь с 1993 года. У истоков стояли творческие педагоги, благодаря которым ансамбль на протяжении многих лет жил, творил и приносил славу нашему городу. Многие выпускники ансамбля выбрали свои профессии – хореографическое искусство. Хореографический ансамбль – настоящая школа эстетического воспитания для детей и подростков города. Сейчас в коллективе занимается более 80 ребят от 7 до 18 лет, которые радуют своим творчеством жителей, гостей города и края. Поздравляем ребят и педагога с отличным результатом. Желаем дальнейших творческих успехов и побед.